Привет, друзья! Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Становитесь спонсорами на YouTube. Кнопка и ссылка под видео. Ведущие цифровые активы продолжили рост, несмотря на повышение диапазона ключевой ставки ФРС сразу на 75 базисных пунктов. Капитализация криптовалютного рынка за сутки увеличилась на 8% и преодолела уровень 1,1 трлн долларов, согласно CoinGecko. За тот же период биткоин подорожал на 9,5%. Эфириум прибавил в цене почти 14%. На момент написания первый актив торгуется вблизи 23 150 долларов, второй – около 1645 долларов. По данным CoinGlass, за последние 24 часа объем ликвидации на рынке фьючерсов превысил 385 миллионов долларов. Более 170 миллионов долларов из этой суммы пришлось на эфириум. В основном, биржи принудительно закрывали короткие позиции. Как пишет Foreclock, традиционный фондовый рынок также отреагировал на решение ФРС ростом. По итогам торговой сессии 27 июля индекс Nasdaq Composite вырос на 4%, S&P 500 прибавил 2,6%, а индикатор Dow Jones – 1,37%. По мнению экс-руководителя отдела ценных бумаг банка ING Альфонсо Пикатьелло, реакция рынков связана со словами главы ФРС Джерома Пауэлла о потенциальном смягчении денежно-кредитной политики в будущем. Пикатьелло отметил, что, по словам чиновника, текущие ставки соответствуют нейтральным. Он пояснил, что такое положение вещей более не способствует перегреву или охлаждению экономики. По мнению специалиста, слова Пауэлла можно расценивать как отказ от дальнейшего повышения процентных ставок. В то же время инвесторы ожидают снижение инфляции и будущий экономический рост, что хорошо для высокорисковых активов вроде биткоина. Можно рационализировать нарратив, встраиваемый после FOMC, но из-за отсутствия перспективных указаний нас ждет высокая волатильность на действия ФРС. Один небольшой шаг в сторону ужесточения – и все пропало, добавил он. Аналитик Михаэль Ван де Попе тоже отметил, что Пауэлл склоняется в сторону смягчения монетарной политики. Он подчеркнул, что на рынке оказывают позитивное влияние грядущие миграции эфириум на Proof of Stake и тот факт, что события вокруг Three Arrows Capital и Celsius уже заложены в цену. Специалист ожидает рост эфириума к отметке 2400 биткоина к диапазону 28-30 тысяч долларов. По словам экономиста Алекса Крюгера, снижение котировок еще могут вызвать плохие отчеты корпораций или негативный прогноз по ВВП США. Сегодняшний рост был настолько большим, что криптовалютные фонды, пропустившие это, должны молиться, чтобы Амазон и Эппл завтра отчитались об ужасных доходах или был представлен негативный прогноз по ВВП. Это может спровоцировать падение, написал он. Ранее сообщалось, что криптовалютный рынок готовится к развороту тренда вверх в свете роста денежной массы. Об этом в подкасте Real Vision заявил бывший топ-менеджер Goldman Sachs и макроинвестор Рауль Пал. Специалист подчеркнул, что биткоин больше зависит от динамики денежной массы, чем от халвинга. Последний необязателен, если есть влияние первого фактора. Цифровые активы не зависят от бизнес-цикла, но их поведение связано с потоками глобальной ликвидности. В настоящее время наблюдается расхождение M2 с трендом примерно на полтора стандартных отклонений. И оно усиливается, поделились наблюдениями. Эксперт пояснил, что формирование экстремумов макроиндикатора предшествовало развороту трендов на криптовалютном рынке. Помните, что биткоин – не циклический актив. Он не вернется к тому состоянию, в котором был как нефть или другие товары. Это модель внедрения сети, которая со временем растет в соответствии с этими широкими изменчивыми диапазонами, пояснил Пал. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также обязательно пишите свой комментарий под видео.